О, папулечка нам что-то... Салат сбил, толчоночку делай с котлетками. Ой, какой ты молодец. Как ты готовила нам? Копнёк да ну. Тут у него... Мачка масла добавим, потом всё. Готовит нам завтрак. Пока я лежу, думаю, что-то вкусным пахнет. В принципе, уже обед. А папуля тут кашеварит. Опа. Это он толчонку будет делать. Здесь у него котлеты. О, салатик сделал. Только, говорит, зелени нету. Не успел купить. Всех с праздничком. С 8 марта. Вот так вот всё аккуратненько у него. Папуля зовёт нас на обед. Я салат помешать ему, с руками? Ооо. Я с кастрю, с кастрю, с кастрю, с кастрю. Наверное, с кастрю, с кастрю, с кастрю. Мама уже готова. Папулечка. Давай, мамыш. Это. Салат помешать после и всё. Подним его. Ну сейчас, подожди, я зубы почищу. Суета и сует моя, папуя, папуя. Иди, Вася, ногу чистили, кушать и все. Ничего себе нам, папуля, тут наготовим. А чайник-то убрал? Вон он, смесь будет. Сейчас потом пойду. Пюрешечка, лепешечка. Всем приятно, Акита. Мне хватит. Все, вкусно поели, Данют? Ой, а у нас-то еще, папулька, уборка. Маму, давай, ты что-то взрекаем. Папа, надо кровать заправить. Заправил, молодец. Потом гулять пойдем, да? Пойдем, пойдем, ты забираться не беспил. Нет. Да подожди, ты неправильно подушки. А, не отстань, не мешай. Подушки вот тут должны быть. Ты поела? Ну, как поела, так поела. Все как? Ну, последнюю капельку надо есть. Вот так должно быть. А, не ти, а? Красиво получается. В свои порядки тут не наводи. Да, папа. У себя, иди наводи порядки. У меня чисто. Все, я сейчас кофе пойду пить. Ты пил кофе? Не пил. Ребята, но у меня вот такой кофе. Сбила молоко и двойная порция кофе. Всем приятного аппетита. Папа, тут глобальная уборка. Папа, это же швабра удобная вот эта, да? Нормальная. Все, он пульс убивает. Все мне помогает. Ребята, у нас тут получился форс-мажор. Вчера на ночь, в принципе, вчера засорено ничего не было. На ночь залила синерджетик. У меня оставалось пол бутылки большой, которая литровая, для прочистки труб. Вот. И сегодня днем вот такая, короче, фигня случилась. Вода не уходила. Мы кое-что исчерпали с крошек, там вылили, да? И помните, я говорила, покупала в магните вот такая вот моя цена. Она такая дешмарская, 14 рублей. Вот, это по совету покупателей он их набирал. Я говорю, а что помогает? Он говорит, лучше всех брендов дорогих. Поверьте. Не знаю, короче, почитала вот на такую кружку, если написано большой, это сильный засор. Два таких пакета залила, горячей водой развела и туда залила. Ну, посмотрим в оконцовке, что будет. Видите, какая-то фигня, вот жир видно или что там всплывает. Итог посмотрим. Написано, чтобы 30 или там около часа постояло, а потом горячей-горячей водой промыть. Пронимай. Ребята, прошло, но 5-10 минут. Практически вода сверху ушла. Вот там еще как бы стоит, но это пусть стоит, короче. Я на телефон пойму меня? Да. Так, ребята, ну все, прошло уже, наверное, час, я так думаю. Так, горячая вода у нас капустная. Я уже перебудовала. Вот это горячая. Сейчас будем промывать. Написано, прямо кипятком. Все горячее уже. Пусть бьется, прочищает. Сейчас будем смотреть. Она сильно строю не стала, так себе. Какая-то реакция идет. Девчонки, ну залила горячей воды, что-то плохо уходит, блин. Посмотрим сейчас. Хотела найти вот эту, как такая, чик-чик с присоской. Что-то поискала, дома нету. Сейчас сходим в магазин, купим. Ребята, ну в итоге, короче, значит, что получилось у нас. Вода так и стояла, да, вода так и стояла. Уже открутили внутри, вот это колено, я говорю. Надо колено открутить. Начали смотреть, да, там, короче, всякая слизь, вот это все такое, от жира. Ну, сами знаете, все это скапливается. И помните, я вам говорила во влоге, что пахнет, воняет. Мне еще... Ну и чего? Мне еще кто-то из зрителей писали. Посмотрите в этом... Добре. В этих, в трубах. Вот, точно. И на самом деле, представляете, короче, начали откручивать. Да. И там был кусок мяса, вон тух. Может быть, он как фарш такая, просто мясо бы никак надо опять убить. Мясо как было. Фиг его знает. Я, короче, не знаю. Хоть-хоть, она не пройдет. Короче, как куском мяса, представляете. Вот он и тух, вот это вот и есть был запах. Хотя в последнее время уже не пахло. Видно, он, наверное, дальше пролез и по гофре. И гофра, ну, как немножко по размеру большая, ну, лежала, как сказать, вот на полке, да. И получается, там и все, вот это все застряло. Все промыли, просили. Короче, сняли гофру, начали смотреть причину, вытряхивать. И там выпало вот этот, как кусок мяса. Я вообще даже не представляю, как он мог пролезть. Не знаю, что такое. Вот через... Кусок мяса очень другое. Не знаю, короче. Может быть, знаешь, Пашка, оно как фарш там, и потихоньку скапливалось, скапливалось. Да, 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 все скорее. Лена, ну, подожди, как мясо никак в тебя не пролезет, Лена. Вот такая вот фигня. Вот. Короче, мы нашли причину все-таки. Сейчас промыли, скажем. Сейчас промыли. Сейчас закрутим, сейчас. Клеенку вот эту новую. Ну, как новую, в принципе, это старая клеенка. Я всегда, не знаю, как кто, я всегда постилаю на полке, чтобы... Потому что тут и мусорное ведро стоит, и все такое. И чтобы вот эти полки серые не, как, не зашаркивались. Вот. Регулярно всегда меняю. Вот и все, короче, причину мы нашли все-таки. Ну, все-таки. Ну, все-таки. Ну, все-таки. Субтитры подогнал.